Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 апреля, Православная Церковь совершает память преподобных Марка и Ионы Пскова-Печерских. Преподобные Марк и Иона и Иваса почитаются как родоначальники Пскова-Печерского монастыря. Точно неизвестно, когда поселились первые монахи-отшельники при ручье Каменца в самородных пещерах горы, которую местные жители называли Святой Горой. Монастырская летопись передает рассказ очевидцев-звероловов из Изборска по прозвищу Селише. «Раз случайно пришли мы с отцом на край горы, где и ныне церковь Богородицы, и слышим, как будто церковное пение. Пели стройно, благоговейно, а певцов не видно было, и воздух наполнил был благоуханием Фемиама». Из первых старцев Пскова-Печерской обители по имени известен лишь один Марк. О нем свидетельствуется. Вначале прежде некий старец, живяша на потоце Каменце при пещере, его же нецы, ловцы, видях у утриех каменей, лежащих над церковью при Святой Богородице Пещерную. «Но осем известно не могухам обрести, каков бяше старец и коего рода, или кака и откуду в сие место прииде, и калика время поживе, и кака сканчася». Второй игумен Печерской обители внес имя старца Марка в монастырский синодик. Преподобный игумен Корнилий усомнился в верности этой записи и велел изгладить его имя из синодика. Внезапно он тяжело заболел и получил откровение, что наказан за то, что приказал вычеркнуть имя преподобного Марка из монастырского диптиха. И спросив прощения с лезной молитвой у гроба старца Марка, игумен Корнилий восстановил его святое имя. Когда была выкопана пещерная церковь Успения Пресвятой Богородицы и расширены погребальные пещеры, игумен Дорофей нашел гроб преподобного Марка истлевшим, а мощи и одежду невредимыми. В 1472 году крестьянин Иван Дементьев рубил лес на обрыве горы. Одно из срубленных деревьев покатилось вниз, сдирая землю и вырывая с корнем другие деревья. Обвал открыл вход в пещеру, над которой была надпись «Богом сданная пещера». Есть предание о том, что некий юродивый монах Варлам часто приходил к пещере и стирал эту надпись, но она всякий раз чудесно восстанавливалась. На это святое место, намуленное первыми подвижниками, пришел священник Иоанн по прозвищу Шестник, Переселенец. Он был родом из московской страны и священствовал в Юрьеве, ныне Тарту, в правоверной церкви, поставленной от Пскович во имя святителя Николая и великомученика Георгия, вместе со священником Исидором, духовно окормляя живших там русских. В 1470 году отец Иоанн был вынужден бежать с семьей в Псков от преследований немцев-католиков. Узнав о мученической кончине своего товарища, Иоанн решил удалиться в новоявленную Богом сданную пещеру, чтобы там, на самом рубеже Сливонии, основать монастырь как оплот православия. Вскоре заболела его жена, и приняв монашеский постриг с именем Васа, скончалась. Праведность ее была засвидетельствована сразу же после кончины. Ее муж и духовный отец похоронили преподобную Васу в стене Богом сданной пещеры, но ночью ее гроб был иставлен из земли невидимую Божией силою. Отец Иоанн и духовник преподобной Васы смутились, решив, что это произошло от того, что они не полностью совершили чин отпевания. Вторично отпели ее и снова погребли тело, но наутро оно вновь оказалось наверху земли. Тогда стало ясно, что это знамение Божие. Гроб преподобной Васы поставили в пещере с левой стороны. Потрясенный чудом Иоанн принял монашество с именем Ионы и стал подвизаться еще усерднее. Собственноручно, ископав пещерную церковь и две кельи на столбах, он стал просить священников Псковского Троицкого собора осветить ее, но те решились не сразу, ради необычного места. Тогда преподобный Иона испросил благословение у новгородского архиепископа Феофила. 15 августа 1473 года пещерный храм был освящен в честь успения Пресвятой Богородицы. При освящении произошло чудо от иконы Успения Пресвятой Богородицы. Прозрела слепая женщина. Посла милосердный Бог начала своих великих даров причистою Своей Матерью. Эта икона, которую называют старой, в отличие от другой, чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы, с житием ее, написанная около 1521 года псковским иконописцем Алексеем Малым, хранится сейчас в алтаре Успенского храма на горнем месте. Икона с житием – храмовая икона пещерной церкви. День освящения пещерного храма считается официальной датой основания Псково-Печерского монастыря. Преподобный Иона подвязался в пещерной обители до 1480 года и мирно отошел ко Господу. По смерти на его теле обнаружили кольчатый панцирь, который был повешен над его гробом как свидетель данных подвигов преподобного. Но при набеге немцев он был похищен. Мощи преподобного Ионы почивают в пещерах рядом с мощами преподобного старца Марка и преподобной Вассы. Однажды при нападении на монастырь Ливонский рыцарь, насмехаясь над святыми мощами, хотел мечом открыть крышку гроба преподобной Вассы, но его опалила исшедшая из гроба святой подвижницы пламя. Следы этого карающего огня до сих пор видны на гробе преподобной Вассы. Дорогие братья и сестры, сегодня в четверток Великого Канона также совершается память святых – мучеников Марка, епископа Арифусийского, Кирилла Диакона и иных, преподобного Иоанна Пустынника, святителя Евстафии, исповедника, епископа Вифинийского, святого Михаила Викторова, исповедника Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok